То, о чем говорят в народе, то, о чем умалчивают власть имущие. Чрезвычайные происшествия, затянувшиеся конфликты, наболевшие проблемы. Об этом в программе «Резонанс». Сегодня в выпуске. Отгадайте, где в городе есть такое место? Утесову начистили нос. Горы мусора, бесхозяйственность или хитрый маневр? Продолжение истории об избитом мальчике из санатория «Степной воздух». На напавшего мужчину заведено два уголовных дела. Захватили квартиру просто так, суд им не указ. Цирки в Украине закроют из-за жестокого отношения к животным. Здравствуйте. Хотел бы предложить вам новую рубрику «Прогулка по Одессе». Дело в том, что совершая променад по городу, я уже устал ругаться в адрес Костусева и его команды профессионалов. Я хочу просто гулять, наслаждаться видами старой одесской архитектуры, колонитными двориками. Но вместо этого вижу какую-то чудовищную свалку, в которую мы все глубже и глубже сползаем. Естественно, возникает желание с кем-то поделиться увиденным. Неужели Одесса – город-спутник Небельска? Поиграем в угадайку. Что это за место? Сразу говорю, это не область. В детстве бегали мы на такие же пустыни за город. Тарантулов ловить на нитку с пластилином. Тут, как и положено, на заброшенном пустыре отдыхают часто. Вот мангал самодельный, вот бутылки разбросаны. Рядом закопаны чьи-то штаны. Железяки торчат из земли. Странно, что еще косы коров не пасут здесь. Не узнали, что за место? Район хотя бы. Ну тогда вот еще подсказка – аттракционы. В бурлянах, видите, стоят. Все равно, как за штатный городишко, балаган приехал. Видите, шарики летают точь-в-точь, но с петрушками и малиной. Здесь невольно его вспоминаешь, потому как это во что при нем превратилась Дельбасовская. Да-да, этот переулок красный. Это дом пивовара Мангуби. Одесса Дейли и сайт Думска.нет пишут, что его разрушает гражданин США некий Скотт. Как сообщают источники издания, мистер Скотт у себя на родине числится в розыске. Полиция штата Флорида вменяет ему вину ряд преступлений имущественного характера. Также писали о том, что строительные работы американец вел без всякой документации. Без разрешительных бумаг, имеется в виду. А какая документация? Приехал в страну третьего мира. Рядом с балаганом в бурлянах расположился. Начал строиться. Какие еще бумаги? Справедливости ради, скажем, что отстроился красиво. Этаж дополнительно себе нарисовал. Молодец, ковбой. Идем дальше. Тут у нас балаган в кустах. Тут Скотт этажики себе подрисовал. А тут машины по Дейбасовской гоняют. И некуда от них бежать, потому как тротуары различными обжираловками оккупированы намертво. Но ничего, люди гуляют. Видно, нравится. Придут к себе в село, скажут, бачив я Дейбасовску. Ничего особо было, як у нас в райцентре. Тэш будки. Ище нос. Утесову потер на предмет денег. Как выберут что-то у памятника особо одаренное. И нутелеть, чтобы гроши появились. На утесову уже смотреть без боли нельзя. Сперва будку телефонную снесли, где его песни звучали. Теперь вот нос. Зато везде лозунг. Я люблю Одессу. Покидаем Дейбасовскую. Если идти к привозу, то вы можете завязнуть на подходе. Не дойти. Как эти бедолаги. Опустившихся пьяниц, нищих, бездомных. Вокруг тьма тьмущая. Конечно, это предмета любого мегаполиса. В Нью-Йорке, в Москве, скажете вы. Что же их прятать? Высылать на 101-й километр? Нет, конечно. Нет, конечно. Но их было меньше. Значит, управление соцзащиты не работает. Никому до них дела нет. Вот и валяются пьяные на главных улицах. А вот уже подступы к привозу. Тут кучи. Нет горы мусора. Непроданные, испортившиеся товары. Кулис радийской, чита, волосы. Смрад стоит жуткий. Как тут люди живут? Да все идут и только кидаются на мусор и все. Вообще без... Милиция вообще ни на что не смотрит уже. Только пусто здесь воняет. Что дышать невозможно в окно. Только мусор раскидывают полностью. Ужас. Все идут и так кидают и все. А мусорники, наверное, в парк унесли. А по близости была замечена съемочная группа ТВ. Странно, зачем мусора снимать? С каких это пор Марков снова обличитель городской власти? Зачем мусорники убрал? Зачем эту антисанитарию развел? Может, таким образом хочет Асауленка насолить? Нагадил? Вот тебе и компромат. Это же территория ЖКС Фонтанский. А потом пришло чуть ли не 10 дворников. Некоторые из них были на веселе убирать мусор. Скажите, а вот за это куча, это не... А мне не надо насыщить. Подождите 2 секунды, сейчас все убираю. Все будете убирать, да? Я знаю. Ага. Аккуратно, давай. Уберете все, да? Конечно. Конечно. Привет вам. Ламинат можно вернуть под одной. Охота на привоз идти пропала. Продолжим прогулку в следующий раз. В прошлой программе был сюжет об избитом взрослым Еху, то есть скотиной, недостойной звания человека, мальчики. Лезонанс это вызвало большой. Центральные СМИ тоже задействованы. И думаю, этому Еху не дадут тихо и мирно спустить все на тормозах. Правозащитникам удалось связаться с опекунами мальчика. Вот что они говорят. С вами общалась милиция, как-то объясняли ситуацию. У него, у кого, ну, кто-то написал заявление из вас, либо это сделали только люди, которые видели. По словам опекуна, напавший мужчина угрожал и другим детям, свидетелям происшедшего. Они были вдвоем там, да? Нет, они не вдвоем. Сколько вас было? Четверо их было. А, четверо. И вот трое видели, как его побил, да? Да, стартая девочка даже защищала. Оттягивала этого мужчину, а он толкнул. А он, я извиняюсь, за... А он снимал на телефон. Ребенок? И сменялся. А, из них? Это этого товарища, который бил? Да. А, дерьмо они поднимали, выбрасывали. Он заставил поднять и выбросить. Своякая ситуация разнобокая. Во-первых, ребенку не надо было оправляться там. А взрослому нельзя так поступать с детьми в любом случае. В санатории взрослых, что он своевольно покинул территорию. У них там все ходят своевольно. На самого нападавшего заведено два уголовных дела. По статьям «Нанесение легких телесных порождений и мелкое хулиганство». Ну и сам санаторий вызывает негативную реакцию. Там дети на самотек пущены. Ни в одном санатории такого не было. Дети курили там. Я в шоке была. Тем более туберкулезный санаторий. Дети курят. Сотрудники знают и никаких мер не принимают. Я сама работала в детском доме. Это бывший мастер. У меня самовоспитатель с большим стажем. О, так вы понимаете, что ребенок самовольный, несамовольный уходит. Во-первых, должен быть где-то воспитатель. Да, они должны тут ответственность. Вы должны смотреть за ним. Конечно, должны смотреть, должны организовать порядок. Должны постоянно проверять. Бартия регионов, как уже говорилось у себя на страничке, рассказывает, как она помогает этому санаторию. Нет, не в шеи ловить. Соваливает ребят подарками. И они осчастливлены. Цитирую статью на сайте партии легионов. Берегут фотографии спонсоров, наверное. Эти снимки не только украшают стенды медицинского учреждения, но и бережно хранятся самими ребятами в тумбочках под подушками и над кроватями. Вот что там, мошалели что ли, с пилипою что ли писали все это. След за этими деятелями еще одни благодетели. Партия Радына тоже помогает стройматериалами, подарками. Только куда это все девается? Эти благодетели в кавычках, футбольное поле там видели? Ничего у Марадон не возникло. Желание сделать его, благоустроить. Да, это не санатория, а халупа какая-то. Ты шел внутри как там, как кормят шелось. Тут она кроватиму натрыснула, размажилась как песок. А что у вас из спорта есть тут? Какие развлечения? Есть какие-то виды спорта, которыми вы занимались тут чем-то? Нету. А хотели бы? Да. А чем бы хотел заниматься? Футбол. Чтобы здесь у вас футбол была, площадка, ворота, да? А так вы где играете? Здесь, ворота поломали, там вообще камни стоят. А символ санатория видели? Этого покалеченного гипсового пионера. Не дошли в благотворителей руки. Ну ладно, будем следить за ситуацией. Год назад наша служба новостей делала репортаж о парне-сироте. Он проживал в коммуне. Его комнату захватили соседи, оставив без крыши над головой. Обыденная история. Почему ее показываем? Потому что удивила настойчивость, озлобленность, с которой люди идут на преступление, не боясь последствий. Надо сказать, что суд недолго разбирался. Год всего. Это еще быстро считается для квартирных вопросов. Где должен все это время жить человек? На улице? Бомжевать? Никаких доказательств того, что квартира принадлежит им, соседи не предоставили. То есть забрали комнату просто так, нахрапом. Вот если кошелек, как его заберешь, тогда посадят. А квартиру? Суд постановил вселить сироту. Но в квартире забарикодировались. Пришлось вызывать службу платан. Пока не сверлят двери, расскажем в двух словах, в чем дело. Приступайте, пожалуйста. Год назад я уехал в город Харьков к своему дедушке. Так как он нуждался в моей помощи, он очень сильно болен был. И он мне попросил, говорит, что Руслан, приедь, пожалуйста, помоги мне. Говорит, я болен, говорит, сильно. Мне нужен посторонний уход. Я, конечно же, обратился. Ну и вынужден был поехать. Я поехал за ним, ухаживал, все смотрел. Но когда я вернулся из Харькова, я обнаружил очень тяжелую ситуацию. Я обнаружил о том, что моя комната, которая находится по улице Марсельская, 5, квартира 9, коммунальная, она была, получается, занята. Занята соседями. У вас дорогие вещи какие-то пропали? Ну, дорогие вещи, это оригиналы, свидетельцы о смерти отца моего. Ну, это мебель, кровати. Это является также дорогими вещами. Фотографии отца, мать. О фотографии, о часы были, все, вот, некоторые вещи, те, которые действительно, в нем и была ценность. Удалось дозвониться к соседу, который захватил комнату Руслана. Говорил он вызывающе, хотя в разговоре подтверждал, что никаких прав на квартиру не имеет. Ну, я думаю, нет, вот, первый раз, второй, я делаю, что там, как после этого всего осталось, разы говно, с этой ерунда, клопы, разы тараканы, я не собирался их держать. Ну, это не есть основания для занимать чужую комнату, вообще-то, тараканы и все остальное, правильно? У вас есть какие-то документы на эту... Для этого есть суд, пускай суд решает. Причем здесь суд, он прописан там, то есть это его... Ну, как это, ну и что? Ну, что, я не могу, я... У вас какие-то есть документы на эту комнату? Нету. Нету, а он там прописан. Ну, и что? Судебный исполнитель находит понятых. В квартире старательно не замечают шума под дверью. Между тем, все были оповещены о том, что сегодня придут выселять. Послушайте меня, через сколько вы будете дома? Нет, мы будем проводить действия без вас. Надо сказать, что соседи, как и сирота, люди небогатые. Работают кто охранником, кто в больнице, в лаборатории. Да, они люди такие простые, бедные, но я вам скажу, что они без понятия. Без понятия о том, что такое закон. Они без понятия такое, что есть какие-то, существует закон, правила есть какие-то. У этого у них в разуме нету. Они вот для них это свое и все. Наконец-то дверь поддается. В квартире бабушка, 1937 года рождения, которую оставили отстаивать квадратные метры, а сами попрятались. Сходу он начинает кричать и уже не останавливается, поминая и продажные суды, и милицию, и журналистов, и почему-то евреи. Что ты делаешь, сволочь ты такая? Селяца, вот ты будешь жить. Вот сука ты такой. Вор ты был, есть и будешь вор. Чтоб тебя вынесло на кладбище рядом с матерью, дай бог. Еврей чертов. Да, жить порхатый. Руслан открывает свою комнату, которая завалена соседскими вещами. Начинает выносить скарб. Бабушка сразу кричит еще громче. Сволочь ты! Был, есть и будешь. И сдохнешь, как твоя мать и твой отец. Подохнешь. Подохнешь. С уборством, достойным лучшего применения, соседи снова заняли комнату. Руслану остается одно. Продать квартиру каким-то алкоголикам. Пусть они с соседями воюют. Интересно, что рычаги давления на захватчиков не срабатывают. И получается, если вы пошли в магазин, а по возвращении обнаружили, что у вас в квартире живут соседи, готовьтесь к длительной осаде. Будьте бдительны, будьте внимательны, потому что, чтобы вас никогда, никогда не постигла такая участь. Вы любите цирк? Я еще недавно делал про цирк восторженные репортажи. Хотя сам с детьми туда бы, наверное, не пошел. Хотя цирк – это безоблачное детство. Это клоуны, шарики, никулин, карандаш. Поэтому большинство моих сюжетов в оценке – развлекательные, веселые. Как меня дрессировщик заставлял поцеловаться с тигром. А мне жутко не хотелось. Взгляд у зверя был застывший. И смотрел он на меня, как на неодушевленный предмет. Воспринимая, как потенциальную пищу. Хотели, чтобы я поцеловался со зверем. Хотел бы этого зверя, вот так интересно. Каков сам дрессировщик и его работа? Говорят, что вам даже разрешено носить оружие. Это правда или нет? Конечно, по технике безопасности всем входящим в клетку проложено оружие. Но мы его никогда не держим, никогда не берем. Ну как я могу взять вот этого зверя, вот этого, и что-то я буду с ним делать. Как лечили зубы леопарду и врача-ветеринара вызывали из Киева. Кисалось, все проникнуто заботой о зверях. И потому я старался не замечать тесноту клеток для животных, запах и жестокую дрессуру. Все это не вписывалось в стройную канву развлекаловки. Да и как могла жестокость ужиться рядом с такими людьми, вреданными своему делу, заботливыми. Потом случилась трагедия со Снежаной Даутовой, трессировщицей тигров. Вечером я брал у нее интервью, а утром ее убил тигра. Она вывела его из маленькой клетки, где он долго находился. И хищник испугался большой лены, ударил Снежану лапой, перебил артерию. Тогда я тоже списал все на опасность работы, трагическую случайность. И старался ничего, что наводило бы на невеселые мысли, не замечать, не думать, почему клетка маленькая. Вот мне очень нравится книга Юлия Владимировича Никулина, почти серьезно. Он пишет о своей жизни, о фронте и, конечно, о цирке. С любовью, великой преданностью к Орене. На что я заметил, Никулин всю книгу посвятил цирку. Адресулин не уделил ни строчки. Ну, я, во всяком случае, не нашел тут. Может, потому что не смог. Потому что светлую книгу, какую есть, почти серьезно, такое не годилось. Еще в очень раннем детстве, может быть, в силу моего врожденного, ненасытного любопытства, я возненавидел представления с дрессированными животными. А любопытство отравило мне этот вид развлечения, ибо я проник за кулисы, чтобы собственными глазами увидеть, как же это все делается. И картина, открывшаяся мне за блеском и мишурой представления, оказалась очень уж неприглядной. Я столкнулся там с жестокостью столь страшной, что раз и навсегда понял, ни один нормальный человек, хоть однажды увидев все это собственными глазами, уже не получит удовольствия от дрессированных животных. Субтитры создавал DimaTorzok А потом появились эти люди. Сначала над ними смеялись. Ну как же, против нашего родного цирка бунтуют. Потом они стали раздражать, и тогда начали проскакивать фразы от негодующей публики. Да не хочу я знать, что там цирки с звелями делают. Главное, чтобы меня развеселили. Видеозаписи, сделанные Еленой Мальченко, во время акций, хорошо известны. Вот цирк Бонзай. Львится в клетке метр на метр. Вот цирк Шапитор Бита. Мы можем видеть, в каких условиях содержатся медведи. После вмешательства зоозащитников двое медведей были освобождены. Ну вот, например, медведи в основном, они живут в клетках-перевозках, потому что других условий им не предоставляются. Клетка-перевозка, как правило, имеет размеры, допустим, метр двадцать на метр шестьдесят на метр пятьдесят. Если сейчас кто-то сможет себе представить, как такое огромное животное там вообще, в принципе, помещается, говорить о том, что он там имеет возможности двигаться, что ему крайне необходимо. Об этом вообще речи нет. То есть это уже некое насилие и издевательство. Животное не дают ему двигаться полноценно. Он двигается на арене. Но, опять-таки, там определенный режим. Его заставляют туда выходить и заставляют выполнять то, что он выполняет. Он это делает не по доброй воле. Цирк для дикого животного – это хуже, чем тюрьма, это ад. Потому что, во-первых, осуществляется акт насилия, заключается он в том, что животное заставляют выполнять те или иные трюки, которые он не делает в природной среде. О дрессировщиках часто говорят, вот его животные любят. Если животное смотрит снизу вверх затравленным взглядом, это не значит, что оно любит. Скандал вышел с клоуном Куклачевым, когда его обвинили в жестоком обращении с животными. Даже вот такие карикатуры, стилизованные под глубок, появились. Кот вовсе не ученый, а к электричеству подключенный. Надо сказать, что Куклачев подал суд на хулителей и выкил. Но счет любят мы не можем у них спросить. Вам не скажет, ни медведь, ни тигр, любит он или не любит. Он вынужден сидеть в клетке, куда его посадили. Он туда не сам пришел. Правильно? Его посадили. Причем клетки эти очень маленькие. Но что говорит законодательство? Слава Богу, что в нашей стране существует закон, который уже сегодня делает невозможным существование церкови. Объясню, за счет чего невозможным. За счет того, что каждому дикому животному положено, которое лишено воли, положен контакт с естественной для его вида природной средой. Уже никак, ни теоретически, ни практически невозможно в цирках предоставить животным контакт с естественной природной средой. Второй момент. Есть определенные нормы площадей, минимальные. Например, чтобы было для наглядности. На одного медведя положено минимум 30 метров квадратных. И вольера, не клетки. А вольер определен как огороженный участок земельных угодий. Во многих странах цирк с животными запрещен. Акробаты, фокусники, жонглеры – пожалуйста. А звездей показывать – ни-ни. Менталитет народов тех стран уже дошел до того уровня, что запретили использовать не только диких, а вообще животных в цирках. Например, это такие страны, как Австрия, Бельгия, Великобритания, Израиль, Болгария, Хорватия, Коста-Рика, США, некоторые штаты и другие страны, но я сейчас не буду перечислять, запретили на правительственном уровне, на уровне законодательства использовать животных в цирках. Дело в том, что всем было понятно, что животные способны испытывать страдания, и психические в том числе. К сожалению, директор цирка, узнав, что за темой интервью намечается, сказал, что у него бронхит. Ну, в самом деле человек кашлял. Поэтому заступиться за цирк некому, разве что я попробую. Одна из любимых книг в детстве была «Гончи и Бафута» Шеральда Даррелла. Это замечательный англичанин, гуманист, на книжках которого воспитывалось не одно поколение юных натуралистов. Он так описывал свою встречу с зоосощитницей. Молодая женщина проходила в звенинец несколько раз. Ее так потрясло жалобное выражение на лицах маленьких обезьян, что она довольно неразумно решилась прочитать не нотацию, но жестоко отнимать бедных крошек у матерей и заточать в клетки. Оно весьма поэтично распространялось на тему о радостях свободы о том, сколь беззаботное, счастливое существование предстояло бы этим крошкам на верхушках деревьев. А между тем, по моей вине, им приходится изведать все ужасы заточения. В то утро местный охотник принес мне обезьяневого детеныша. И я предложил, раз уж молодая леди оказалась таким знатоком жизни обезьян на верхушках деревьев, не поможет ли она мне в небольшом деле, которого никак не миновать, когда берешь в звениц новую обезьянку. Молодая особо охотно согласилась, видимо, сразу представила себя в роли некой доброй самолетянки при моих обезьянах. А небольшое дело заключалось, попросту говоря, в том, чтобы избавить обезьянку от внутренних и внешних паразитов. Конец цитаты. Дама, посмотрев, как изымаются белые, сморщенные паразиты из тела обезьянки, ретировалась, сжав рот. Возьмем естественный отбор, предполагающий кровь, ужас, боль. Вот любой пожирает живого слоненка. Это бабуин ест детеныша, антилопы. Это ведь естественно, это природа. Она не мультфильм про бэмби, она сурова. И животным пощады нет. Но зоозащитники говорят. Очень многие люди сейчас стали верующими. И они очень просят что-то все время у Бога. Так вот я хочу сказать, что мы для животных Боги, вот так как вы относитесь к тем, кто слабее вас, вот так вам относится Бог. Почему вы считаете, что Бог должен как-то мир расти, как к вам относиться и так далее? Если вы сами, будучи Богом для них, позволяете, чтобы над ними издевались. Не будет на этой планете никогда ни мира, ни здоровья, ни справедливости, пока мы не начнем себя вести как Боги. Вот когда мы себя начнем вести как Боги, тогда, наверное, оттуда на нас обратят внимание. Скажут, да, вы такие созрели, ребята. Вот вам здоровье, долголетие и так далее. Из меня, наверное, плохой защитник цирка. Я предлагаю высказываться по этой теме. Наш телефон 34 00 76. А на этом все. Встретимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин